Сегодня около 13.10 подразделений вооруженных сел Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских военных позиций, расположенных в западной части армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен. По состоянию на 15 часов ситуация на этом участке границы относительно стабильна, сообщает Министерство обороны Армении. Очередное нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Арцахе. Сегодня с 14 до 14.30 из позиций, расположенных в направлении села Ханушина Мартунинского района Арцаха, азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, вновь применив гранатомет 60-мм калибра. Было выпущено четыре залпа. Пострадавших с армянской стороны нет, сообщает армия обороны. А согласно информации, предоставленной главой администрации Мартунинского района Эдиком Аванасианом, сегодня около 11.10 с целью нарушения работ сельхозотехники, работавшей на поле в районе села Тагавард, противник произвел семь выстрелов из огнестрельного оружия. Жертв нет, пострадали виноградники. Сегодня Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление, в котором утверждается, что подразделения армии обороны Арцаха якобы обстреляли из огнестрельного оружия азербайджанские военные позиции, после чего те открыли ответный огонь. Министерство обороны Арцаха сообщает, что это заявление не имеет ничего общего с действительностью. Армия обороны Арцаха не только не открывала огня в направлении азербайджанских позиций, но, как мы уже сообщали ранее, 7 и 8 марта подразделения вооруженных сел Азербайджана дважды обстреляли село Хараморт, говорится в сообщении. Вчера около 23 часов в районе села Хараморт Азкиранского района противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня, выпустив в сторону села три залпа из гранатомета 60-мм калибра. Жертв с армянской стороны нет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха. О нарушении режима прекращения огня было доложено российскому миротворческому командованию, сообщает армия обороны. В результате создания Азербайджаном гуманитарных проблем в Арцахе была нарушена нормальная жизнь людей. С момента прекращения подачи газа в аппарате защитника прав человека Арцаха поступают звонки от граждан. Система образования более чувствительна к этому вопросу. Отсутствие газа не позволило отапливать ряд столичных школ 8 и 9 марта. Перебои с подачей газа вызвали проблемы также в сфере хлебопекарного производства. Только за счет перегруженности электроцехов удалось предотвратить дефицит хлеба в торговых точках. Подача газа из Армении в Арцах была прекращена 8 марта около полуночи из-за аварии на газопроводе. Спустя почти два дня причины аварии до сих пор неизвестны, как и сроки возобновления поставок газа. Омбудсмен Армении Кристина Григоряна осудила действия Азербайджана в связи с аварией газопровода в Арцахе. Григорян сообщила, что находится на связи со своим арцахским коллегой Гегамом Степаняном. По ее информации, на данный момент газоснабжение Арцаха не восстановлено. Азербайджанская сторона намерена не допускать специалистов к месту предполагаемой аварии с целью устранения перебоев с подачей газа. Эти преступные действия продолжаются при таких погодных условиях, когда отопление имеет важнейшее значение для населения Арцаха, в том числе для обеспечения нормальной жизни и здоровья перемещенных лиц, заявил омбудсмен. Фонд гуманитарного центра разминирования выступил с заявлением. С 21 февраля по 4 марта, включительно в Мартунинском, Артакерском и Аскеранском районах, фондам было обнаружено 35 различных типов снарядов и боеприпасов. Уничтожено 15 боеприпасов разного калибра. Очищенная площадь 52 810 квадратных метров. В результате проделанной работы с 27 сентября 2020 года по сегодняшний день на территории республики обнаружено 867 590 и уничтожено 864 094 снаряда и боеприпасов различного типа. Вчера было проведено 78 тестирований, в результате которых в Арцахе выявлено 10 новых случаев коронавирусной болезни. В данный момент стационарное лечение проходит 30 пациентов с диагнозом COVID-19. Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает граждан следовать рекомендациям во избежание новой вспышки эпидемии как можно скорее вакцинироваться. Вакцинация против COVID-19 проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении Республиканского медицинского центра в медобъединении «Аревик» в Аскеранском, Артуницком и Мартакерском районных медицинских объединениях. Для получения дополнительной информации можете звонить по телефону 047 94 32 27 с 9 до 17 00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова